Столичная гимназия номер 19 уже четверть века носит статус эко-дружественный. Здесь начинающие ботаники учатся беречь природные ресурсы, раздельно собирают мусор и сдают отходы на переработку. В нашей гимназии практически все учащиеся уже отказались от использования одноразовых пластиковых стаканчиков в силу использования многоразовых бутылок для питья, термосов. А также мы используем такие пакеты вместо пластиковых для нашей школьной формы и для физкультуры. Также в нашей гимназии есть такой проект, как мастерская ЭКО+. Создаем экологически чистые подделки из материалов, таких как лен. Допустим, мы создали обложки для учебников, которыми мы можем пользоваться. То есть нам не придется использовать пластиковые обложки каждый год. Гимназия присоединилась к проекту «Зеленые школы». Все экологичные идеи здесь внедряют в образовательный процесс. Но интерес к миру природы у школьников и в неурочное время. Например, самиклассник Владислав Филипповский после занятий забегает в компьютерный класс. Не для игр, а чтобы узнать погоду. Юный синоптик получает данные со школьной метеостанции. На этот приемник поступают данные с метеостанции. И все, что приемник сейчас получил, он перенаправляет в приложение на компьютере. Температуру воздуха, скорость ветра, температуру воздуха по ощущениям и давление. Мне просто это нравится. «Зеленая тема» стала основной и в творчестве школьников. Здесь работает экологический кукольный театр. Все декорации, а также персонажи постановок учащиеся в гимназии делают своими руками из вторсырья. Например, для изготовления этой куклы использовали остатки ниток и тканей и старые газеты. На создание образа ушло около двух месяцев. А здесь персонажи детских сказок из пластилина. Их сделали воспитанники столичного яслисада номер 215. А за экологической науки они получают во время тематических викторин и экскурсий. Мы находимся в лесопарковой зоне. Здесь у нас насчитывается более 150 наименований деревьев, кустарников, цветов. Разработана карта. На этой карте наши воспитанники отмечают то, что они видят на территории. Какие деревья определяют, определяют какие кустарники, какая растительность. «Зеленая карта» пополняется и новыми растениями. Дошкольники и вместе с воспитателями высаживают деревья. А также учатся сортировать мусор, собирают макулатуру и пластиковые грышки. Делают кормушки для птиц. Я сделала сладкие бусы для птичек, чтобы они не голодали. Сделаны из яблок, арахилосой пласты и кормом для птичек. Вкусные угощения крылатым всегда готовят и ученики начальной школы номер 29. Для того, чтобы птички хорошо к нам прилетали на кормушки с радостью, мы подбираем разные виды корма. Тут у нас семена подсолнечника и плющенная овсянка. Вооружившись биноклями и красочными книгами с изображениями пернатых, дети изучают фауну школьного двора. Такие занятия у них проходят несколько раз в неделю. Проект «Зеленая класса» белорусской столицы больше ориентирован все-таки на работу на местности, это изучение экологических труб, изучение парков, скверов, изучение рек, прудов, которые находятся в городе Минске и ориентирован на познание малой природы, в которой таким, скажем так, стационаром выступает город Минск. Отличие «Зеленых школ» от «Зеленых классов» в том, что первый проект республиканский, второй направлен на изучение экосистемы столицы. Елена Витко и Юрий Сахадзе о бережном отношении к твоему городу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова